Личного времени у этих молодых девчонок не очень много. Ежедневные тренировки перемежаются с играми на российских и международных состязаниях. И хотя почти все они мастера спорта, совершенству тем более в командной игре предела нет. Три нападающих у первого мяча. Делать передачу. Выходят на любую, в любую сторону двигаете мяч. Но чемпионами не рождаются. С самого момента своего возникновения в 2005 году спортивный клуб «Спарта НК» не только команда, как это часто бывает, а спортивная школа. Обучение здесь начинается с 6-7 лет. Упор делаем на Московскую область, на Ленинский район, на Видное, на ближайшие районы, которые прилегают именно к нашему географическому положению. Первые пять лет обучения, наверное, самые-самые тяжелые, самые трудоемкие. На этом периоде, на этом этапе ребенок учится любить баскетбол. И если он начинает его любить, то, поверьте мне, это любовь на всю оставшуюся жизнь. В течение долгих лет спортивный клуб «Спарта НК» дает в сборную России больше игроков, чем все остальные спортивные школы вместе взятые. Но до этого каждому спортсмену ступенька за ступенькой приходится проходить весьма нелегкий путь. У нас была команда под руководством Анат Валерьевны. Получается, 98-й год рождения, со своим годом я тренировалась. Потом мы так по чуть-чуть перерастали в дюбл, и затем молодежная команда, потом Суперлига и сейчас Премьерлига. В большом спорте терпение и труд, к сожалению, не все перетрут. Необходимы еще и талант, и личные устремления. И если в начальную группу набирается более 40 человек, через 5-6 лет их остаются единицы. А решения о переходе в более взрослый коллектив принимают, не ориентируясь на возраст. У нас есть команда Суперлиги, где можно проявить себя, где и каждый игрок может себя зарекомендовать с одной или с другой стороны. И, конечно же, в первую очередь это результаты показаний игры. Вот если это видно, что человек готов, что он может принести и внести большой вклад, помочь нам не только в тренировочном, но и в игровых моментах. Попасть в эту баскетбольную школу может любой талантливый ребенок. На детских соревнованиях тренеры отмечают одаренных ребят, а некоторые особо целеустремленные маленькие спортсмены даже шлют видео своей игры лично директору «Спарта НК». Прислал видео из дальнего региона России. Этот ребенок мечтает попасть в лагерь «Спарта НК» в летний. И я вселила в него надежду, в свою очередь. Это не единичный случай. Вот она, да, девочка? Не единичный случай совершенно. Я начала заниматься в своем родном городе Братске. У меня бабушка тренер. И, ну, как я пошла по стопам, начала вообще заниматься с первого класса шести лет. И вот потом меня увидел «Спартак», и я переехала сюда. Начинала с самых маленьких команд, когда еще была ДБК «Спартак». И вот и доросла до основной команды. В настоящий момент коллектив спортивного клуба «Спарта НК» составляет порядка 200 человек. Это спортсмены, воспитанники, администрация, судейство и работники технических служб. И все эти люди по-настоящему любят баскетбол. В первую очередь это моя семья, я могу это уверенно сказать. Меня здесь воспитали, вырастили. Наверное, это уже даже очень близкие мне люди все, кто здесь работает. Начиная от офиса и заканчивая тренерским штабом. Нынешний сезон команда «Спарта НК» начала с череды побед, которые порадовали преданных болельщиков. Бороться ей приходится с серьезными соперниками, у которых большие бюджеты, а значит и возможности на порядок выше. Но наши спортсменки не сдаются, ведь за их плечами самая лучшая в России баскетбольная школа. Школа «Спарта НК». Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова